Доброе рождественское утро всем! Такое вот у нас шикарное утро. Правда, всего лишь 10 градусов. Это для нас вообще холодрыга. Но сейчас прогреется, будет намного теплее. И прям ветер какой-то в спину. Но вид, конечно, шикарный. Такое вот у нас Рождество. А еще я прям жду, не дождусь, когда меня родственница придет подстригать. Это уже невыносимо с этими волосами. Это ужас какой-то. Не чешется, не причесывается. Вообще, какая-то женщина, блин. Женщина, не танцуй. Женщина, я не танцую. Ой, не надо мне говорить, что я женщина. Я знаю, что я женщина. Но с этими волосами я вообще какая-то женщина. Прям из высшего общества. Поэтому я не хочу их отстричь. Я, кстати, с ней уже договорилась с родственницей. На той неделе. Она в пятницу не могла. Звонит мне в субботу. Говорит, у меня это, типа, я свободна недолго. Я говорю, спасибо. А вот суббота у меня народу дофига. Мне, говорю, не до стрижки. Вот, может быть, сегодня с ней как-нибудь договорились. Сегодня день должен быть спокойный. Ой, вкусно пахнет едой. Ой, круто, вкусно. Чарли, сверой, перенитать. Перенит очень. Машина едет. Ну, что, здесь 10, что ли? Да, походу, а что это так? Я опоздала, что ли? А, нет. Это умерла женщина. Вот так, как по старинке оповещают народ. Если два раза, то мужчина. Или наоборот. Все время я путаю. Если три раза, вот, перед вот этими колоколами, то женщина умерла. Так вот оповещаю. Да, в Рождество. Ну, хотя это Рождество наше. Так что вот так вот. Прям не могу я уже все с этими волосами. Не знаю, настолько привыкла с короткими, что вот это вот кудри мои, они меня просто бесят. Так, на сморк мой уже совсем лучше. Я сегодня даже ничего не закапала с утра. Красота. Порошки все закончились. Лечиться больше нечем. Надеюсь, что буду здоровой, как корова. Когда на работе никого нет и есть минутка для отдыха, Чарли всегда вот так спит. Всегда. У меня на коленях. Хотя он и дома всегда на коленях. В общем, он всегда на мне 24 часа в сутки. И спит у меня под попой, под одеялом. Да, мой сладкий? Тебе так удобнее? Вот так всегда. А я и не против. А я и не против. Правда, иногда это напрягает, потому что нельзя не повернуться, не развернуться. Он еще бывает и рычит, когда я начинаю поворачиваться. Типа, ты что, это моя лежанка. Ой, смех и грех. Вот так вот. Конечно, сегодня тишина. После Рождества, после всех праздников, люди отходят. Новый образ. Ободок с прошлой жизни. Когда у меня был... У меня вообще было очень много разных заколок, разных ободков. Много всяких украшений для волос. Когда был волос длинный. Вот. Так, выключим. Ну, я все это раздарила. Раздала. И вот ободок вот этот. Мне он просто очень-очень нравился. Такой красивый. Оставила. Не знаю, зачем. Как вам такой образ? Пишите в комментариях. Может, вообще волосы отрастить? Нет, 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 нет. Ни за что. Я вообще сегодня договаривалась уже с родственницей. Могла бы в парикмахерскую сходить. Да, все дела. Но мне... Я еще не нашла себе парикмахера, который бы мне понравился. И более-менее, кто мне нравится, как мне стрижет, это родственница. Вот. И она сегодня была занята. У нее там что-то с машиной какие-то дела. В общем, такие дела. Ну, я, знаете, чуть ли не пошла. Уже не взялась за ножницы. Пороче, кудри. Сейчас все упадет. Вспомнила, что сегодня Рождество. И не надо выгрешить, да? Ну, вроде бы праздник. Денечек и так похожу. Хотя очень-очень уже задолбал. Задолбали эти кудри. Они уже не укладываются. Даже расческу достала. Представляете, какая я? Когда с коротким волосом не расчесываюсь. А что там расчесываешь? Уже встала, руками поправила и все. Муж утром помыл посолу. Я вчера не помыла. Устала. Я ему сказала, чтобы он мне лекарства еще купил. У меня закончилось. Один порошочек остался. Я его берегла. Думаю, приду с работы, попью. Выпью. Сейчас выпью его. Ну, я ему сказала, чтобы мне еще что-то купил. Потому что... Да. Потому что если не лечиться... Хоть и говорят, типа, если будешь лечиться неделю, он все равно пройдет. И не будешь лечиться, все равно неделю болеть будешь. Но все равно запускать не надо. Потому что я себя знаю. Если я запущу, то у меня будет... Ой, дело дойдет до антибиотиков. Куда я чугольку? Антибиотики пить не очень хочется. Ну, что-то я как-то ездила в Россию, я никак в себя не приду. У меня раньше, знаете, никакой акклиматизации, ничего такого не было. Я всегда зимой езжу в Россию. И вообще, чтобы там не болело ничего. А в этот раз что-то это... Старею. А что я хочу? Я же не это, не молодею. Правильно? Не я и вообще никто. Все года идут. И с этим нужно смириться. А то некоторые уходят в этот, как его называют, в депрессию. И не возвращаются. Оттуда у меня есть знакомые, которые вообще там... Не хотят воспринимать свой возраст такой, какой он есть на самом деле. А нужно принимать себя такой, какая ты есть. И любить себя такой, какая ты есть. А если что-то можно исправить, то нужно исправлять. Ну, например, я про полноту. Мне кажется, это вообще можно исправить. Ну, если только ты чем-то не болеешь таким, когда... Когда от тебя это не зависит. Ну, а если зависит... Я вот про себя говорю. Я знаю, что поменьше жрать, побольше двигаться. И все будет хоккей. Ну, даже, знаете, не поменьше жрать, а поменьше вкусненького, сладенького. У меня от сладкого все проблемы. И слава богу, я все раздала вчера. Я так рада была прикол-то еще вам рассказать. Блинчики-то мои, я так и не попробовала. Я вчера в спехе такая, все, берите, берите. Сегодня утром стою, думаю, берите, берите. Говорю, а мне? А мне? Где мне блинчики? Нету блинчиков? Вот так вот. Осталось без блинов. Ну, да ладно. Мне еще лучше. Так, что я сейчас буду делать? Я буду готовить суп. Вчера у меня есть вчерашний этот бульон. Вот, что тут? Чай. Почему-то он все время полезен здесь. И знаю еще что. Даже сама не знаю. Сейчас покороче в холодильник залезу, посмотрю и вам все расскажу. В общем, развела такую деятельность. И тут у меня фенихель варится. Яйца. Яйца варю в суп. Сейчас суп сделаю такой де-пикадею. Туда нужен хамон. Сейчас хамончик покрошить, яичко вареное покрошить и немного лапшички. Будет такой у меня суп. А вчера я в духовке сделала баклажаны. Вот так порезала, ну, запекла. И сейчас хочу их начинить. Вот такие, видите. Но начиню их на завтра. Чинить буду этим, как оно называется. Сейчас найду, сейчас найду, вам все скажу. А где? А где? Ты здесь, чувствую я тебя. Сейчас найду и покажу. А может не купила? Покупала. Вот нашла рекессон. Ну, это типа рикотты. Вот творог такой не... Ну, творог только нейтральный такой и более нежный. Орешки и чеснок. И вот начиню... А, и зелень. Укроп. Укроп. Укропчик у меня есть еще. И вот такая вкусняшка у меня будет на завтра. Может, это сегодня парочку слопы. Посмотрим. Укропчик у меня есть еще. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зато вкуснятина на завтра будет, потому что они должны настояться, выдержать свое время, насытиться чесночком и будет нам вкусно. А пока буду суп готовить, фенхель у меня уже мягенький, сварился, я его сейчас буду процежу, поджарю чесночок на сковородке и к чесночку отправлю фенхель. Если честно, я никогда так не делала, хочу попробовать. Сопа до пикадию, сдабриваем немного лимона. Такое вот яйцо, хамончик там плавает, бульончик. Такой суп всегда едят после праздников, когда уже вот эти все салаты, ну не салаты, но вот все такое жареное, пареное. И вот прошло, и вот супчик такой сверху, самое оно. Там, кстати, это шоколад. И фенхель, на удивление, на мое очень большое удивление, очень вкусно. Вкус необычный, но вкусно и полезно. Так что всем приятного аппетита. Ну что, я собралась в спортзал. Вообще, в принципе, у меня состояние нормальное. Из моей болезни, как говорится, только вот что гундосю. Разговариваю вот так в нос. Кашель, как бы сегодня вообще никаких приступов кашля не было. В общем, нормально себя чувствую. Конечно, по морде лица не очень. Но по состоянию в интернете читала. Вроде бы как, если нет каких-то сильных там, ну кашля, например, температуры или еще что-то, то можно спортом идти заниматься свободно. В общем-то, в принципе, мне уже надоело лежать на диване, накапливать жиры. Хочется их уже как-то это, как их сказать, сжечь. Ну, посмотрим на состояние. Если у меня вообще сегодня активный такой спорт намечается, если будет как-то не так, то, естественно, пойду на велосипеде поезжу. Ну, вот, что еще хотела сказать. У нас сегодня официально начались скидки, вот, 7 января, уже официально по всем магазинам. Вот, ну, каких-то магазинах они начинались раньше, каких-то там, у кого-то 2 января, у кого-то 5, в каких-то магазинах. А вот сегодня прямо вот у всех магазинов, честно сказать, руки, точнее ноги, так и чешутся. Куда-то идти, что-то купить, купить планирую кое-что. Вот, но буду ждать, буду ждать до понедельника. Мы с Викой, с подругой, ну, вот мы с ними в воскресенье пиво ездили пить, уже договорились. Ну, вернее, я сказала, говорю, поехали со мной на скидки. Ну, естественно, мужики услышали, они типа, а мы тоже. Я говорю, ну, пожалуйста, только мне не надо того, что, почему вы так долго, поехали домой. Как обычно, знаете, мы еще гуляем, они уже, вот, уже время много. Они, не, не, мы поедем там кофе, туда пить, сюда пить. В общем, обещали вести себя хорошо. Так что на понедельник у нас планируется шоппинг. Так что, кто не подписан, быстренько подписали. Что еще сказать? Ну, что сказать, ну, что сказать. Таблетки мне муж купил, какие-то новые. Каждый раз разные. В общем, аптекарь сказал, он у нас знакомый. Говорит, если ей и эти таблетки вроде как не помогут, то надо уже идти к врачу. Вот. Ну, к врачу с забитым носом, как бы, не особо хочется идти. Ой, рука уже устала. На этой руке висит сумка. Спортивная, она у меня весит, знаете, не так мало. Там вода, литр всяких шампуней, умывалок, скрабы. В общем, я же потом в сауну хожу. И там скрабирую себя, маски, хераски наношу. Поэтому сумка тяжелая. В общем, да, вот такие у нас планы. Сейчас пойду, потом вам расскажу, как все прошло. Мой спорт. Это собачка белая. Ее очень жалко, она бездомная. Вот. Мне, конечно, их очень жалко. С другой стороны, она, знаете, на улице не так холодно. Ее все подкармливают. Я, кстати, тоже пару раз приносила еду, которая там в курице оставалась, еще что-то. Куда-то уже бежал. Смотрите, видите, у них сколько тут еды. Видите, чего у них там только нет. Да? Мне так жалко эту собачку. В общем, тут их кормят очень хорошо. Смотрите, у них там и корм. В общем, здесь не только, вернее, собаки живут, там еще живут и кошки. И, в принципе, там вот доброшено здание. Смотрите, как у нас красиво. И пахнет, кстати, вкусно. И на улице, ну, 10 градусов. Вот ночью я сегодня встала, 9,8 было. Не так уж и холодно. Особенно, знаете, дождей нет. Но все равно жалко. Жалко их, что вот. А с другой стороны, знаете, что думаю? Такие собаки не привыкли жить на свободе. И если я ее возьму домой, ну, нет, даже это не обсуждается. Но все равно, если возьмешь таких собак домой, то им тоже не особо-то и будет удобно жить в доме. Они привыкли к вольной жизни. И поэтому, видите, там заброшенные здания. И вот они там все живут. Почему все? Потому что я видела пару собак и очень много кошек разных. Тут, знаете, даже бездомные кошки. И люди не только еду дают, но вот таблетки, чтобы они не размножались. Вот. У меня даже есть одна клиентка, которая каждый месяц покупает таблетки и бездомным кошкам дает, чтобы они не размножались. В общем, да, вот так. Но все равно мне очень жалко. То есть, знаете, по помойкам они не лазят. Вот я вам одно место показала, где им еду кладут. Ну, вы видели, да, сколько там еды? И она даже ее как бы не ест уже. И вот там вот, там есть еще одно место, куда я тоже приношу иногда еду. Туда кладу им. Но все равно. Жалко как-то. Все время Чарли свое воспоминание. Ему Чарли вообще ни дня не выживет на улице. Даже речи не может об этом идти. Кстати, хочу дополнить, что собак бездомных здесь отлавливают. И их собак, кошек, и специальные приемники их везут. Есть такие приемники для собак, где там кормят, поят. Ветеринар есть. И ищут им новую семью. Ну, вот эта собачка, она недавно, я ее недавно вижу. Вот еще ее никто не поймал. А так, да, их вылавливают. И потом ищут им семью. Через фейсбук, через социальные сети, в общем. Вот я уже пришла в спортзал. Так что здесь не очень часто встретишь бездомных собак. Вот так просто на улице идешь, идешь и видишь собак. Нет, такого здесь нет. Позанималась на удивление. Очень здорово. Вообще никакой показуха на камеру, что ли, я не пойму. Лежал, спал. То взяла камеру, он пришел. Никаких, как говорится, даже насморк пропал. Представляете? Ну, я вычитывала в интернете, что насморк пропадает, потому что вырабатывается адреналин, а адреналин помогает в насморке. Как-то так. Вот. Силы было столько, что я бы еще, наверное, на пару занятий сходила. Никакого кашля, вообще ничего. Здравствуйте, приехали. Вот так вот и живем. Вот так вот и живем. Весь вывернулся. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Любовь моя неземная. Вот. И, в общем, ну че ты? Че ты? Ой, ой, всю маску слезал, всю маску слезал. В общем, класс. Я прям, знаете, такая, когда первое занятие было, ну, там это силовое, там всякие гантели, все дела. Думаю, сейчас, блин, сейчас рухну где-нибудь. Потом гляжу, так силы появляются, появляются. Думаю, нифига себе, здорово. Вот, померила давление. Давление вообще в норме. Думаю, о, блин. Может быть, это то, что мне надо было? Но все равно лекарства вот муж привез. Так что надо еще тяпнуть пару таблеток. Там по две таблетки надо пить. И все. Потому что нельзя оставлять болезнь, как говорится, на самотек. Иначе будет еще хуже. Нужно долечиваться до конца. Вот. Я почему-то одна пришла. Думаю, дома никого нету. Ну, кроме Чарли. Странно. Пойду сейчас цветную капусту доем. Там пару соцветий осталось. Вот она завтра рулетики мои вкусняцкие. Ням-ням-ням-ням. И, может быть, состригу эти кудри. Я уже сегодня сушила волосы. Там, в спортзале. Они уже нифига не сушатся. Все наоборот. В общем, страсть, 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 страсть. Вот. Ладно. Буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока. Чаооо.